Привет! На этой неделе премьер Дмитрий Медведев рассказал о том, что в России повысится пенсионный возраст, а начинать это повышение будут с тех, кто морально готов. И у вас родилось много версий того, кто же эти морально готовые люди. Вячеслав Юрьевич предлагает начинать с Москвы, поскольку в регионах народ нищий. Алексис Крау думает, что начать надо с олигархов. Если в бюджете не хватает, почему трудяги должны за это отвечать, спрашивает он. Яхия Тошка отмечает, что одновременно с этим подняли зарплату депутатов, а другой пользователь утверждает, что вот с них-то и надо было начинать. Нагонец, Ольга Наухадская считает, что деньги в России есть только на войну. Те, немногие из вас, у кого эта новость не вызвала отторжения, пишут, давно пора, уходить на пенсию в 45 лет – это не совсем правильно. Адмитрий Камильских напоминает, что раз Россия хочет принимать все западное, то и пенсионный возраст нужно повышать, поскольку сейчас он в России один из самых низких в мире. На этой неделе не утихали споры по поводу запрета на полеты в Египет, где произошло крушение самолета российской авиакомпании. Обзор российских газет за 10 октября был посвящен этой теме. Многие из вас вспоминают железный занавес и относятся к запрету весьма критически. Вероника Тузова пишет, вместо того, чтобы дать по шапке разведчикам, госбезопасности и прочим, вместо того, чтобы решить раз и навсегда вопрос со взятками в сферах, где от сворованных денег напрямую зависит жизнь сотен людей, они тупо возвращают страну за забор. Некоторые, к примеру, Татьяна Сорокина, подозревают российские власти в корыстных интересах. Ездить скоро будем исключительно в Сочи и Крым. Круговорот денег за туризм внутри страны – к этому все идет. А некоторые из вас считают, что если российскими властями и движет желание пополнить бюджет, то ничего плохого в этом нет. Давно надо закрыть все границы, чтобы деньгами не снабжали мусульман и террористов. Но юга российские катались, как раньше, пишет Ирина Павлова. Александр Аксенов добавляет, что в практике запрещать полеты нет ничего необычного, и такие претенденты бывали и с другими странами, не желающими играть в рулетку. Продолжайте следить за нашими материалами и делиться своим мнением на наших страницах в Фейсбуке, на Ютьюбе. Ищите свои комментарии в обзоре на следующей неделе. А пока – хороших вам выходных!